Мы с тобой только что посмотрели ЧБД с Панасенковым Теперь нам нужно серьезно разобраться Битву между чем и чем мы на самом деле увидели Какой был подспудный смысл этой битвы Так ли хороши манеры нашего ютубного маэстро И самое главное, какова ориентация Евгения Панасенкова Во-первых, с его национализмом большое спасибо, что он вообще пришел на это шоу То в Москве вынуждены просто, как в зоопарке, они без вольеров сейчас Не понял, где придется защищаться Ну просто потому, что когда пятеро известных комиков зовут тебя на шоу, где всех терзают Такой типа, а давай-ка мы с тобой пошутим Ну это приблизительно то же самое, как, не знаю, пятеро борцов тебя из клубов зовут Поговорить И вот есть люди, которые как бы сидят и пытаются пошутить Подшутить и просто терпят, как их терзают Или там пытаются вместе пошутить, как это часто было про Джектора Паррис Хилтон А есть люди, которые переходят в такой разряд того, кого называют душнилами Ну видите, вот вы костюмы одели, а шутки как будто без костюма То есть это человек, который будет оценивать юмор То есть я как бы сам шутить не буду А вот оценивать, хорошо вы шутите или нет, я стану Нет, ну шутить тоже надо уметь Ладно, продолжим, друзья мои Это, конечно, великолепная позиция, с которой ты говоришь Ну, я-то знаю, как надо шутить А вы попробуйте посоответствовать тем моим внутренним стандартам, которые я вам не озвучу Чтобы шутить, если у вас нет таланта Это надо готовить Это надо писать Это нужно, чтобы были сценаристы Нельзя же просто так вот выходить на аудиторию без ничего Причем я в своем опыте даже сталкивался с такими людьми, которые смеются над твоими шутками Но потом забывают про это и продолжают говорить, что типа Вот сейчас это начинает получаться Хотя до этого они уже ржали Скидку 10 тысяч делайте Здесь мы тоже видим, что Евгений однажды все-таки засмеялся над шутками Это амби, все-таки его прорвало Но при каждой неловкой ситуации, как только он почувствует себя неудобно Такой человек обратно вернется в позицию Я жюри в этом КВН Юмор тоже должен быть на уровне Да, как у вас Ну и теперь логично было бы нам с вами перейти К обсуждению шуток самого Евгения, которые в этом шоу были Ну возьмите уже, брат, возьмите И стало быть Я сейчас кончу с Александром Невским Главное одновременно Оказывается, ребятам-то с самого начала нужно было только, чтобы их вы***ли Конечно Ну, как вам такой наборчик, а? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях Не кажется ли вам, что у этих всех шуток приблизительно один вектор И они, в общем-то, все про одно и то же, мягко говоря И очень скоро мы поговорим про ориентацию, да Ну а если ты хочешь, чтобы твой юмор был более разнообразным Пользоваться разными инструментами И удивлять своих собеседников тем, что ты можешь по-разному пошутить То переходи по ссылке под этим видео Там будет онлайн-курс, посвященный именно различным инструментам комедии А очень скоро я даже разыграю три билета на этот онлайн-курс абсолютно бесплатно Для тех, кто ответит на вопрос по языку жестов Евгения Панасенкова очень скоро Итак, мы знаем, что Евгений Панасенков славится своими аристократичными манерами Своей подачей, своим изысканным вкусом И это действительно так Это некоторая такая инкарнация Юрия Лотмана на ютубе Это важно иметь в виду Потому что говорить мы будем именно об интеллигентности Но этот выпуск ЧБД был действительно особенным Потому что посмотрите, как проявил свои манеры Евгений Панасенков Смотрите, я так понимаю, что у вас весь принцип заключается в том, чтобы через каждое слово перебивать С одной стороны он заявляет, что его перебивает С другой стороны перебивает сам Потому что под этим костюмом обычно пойти, пойти, пойти Да и вообще, уместно ли гостю А он гость на этом шоу, пока что не ведущий Хотя ходят слухи, что Нурлана хотят заменить именно на него Но должен ли гость вести себя подобным образом? Должен ли он говорить другим участникам шоу, ведущим, как он их сам назвал, пятерым ведущим Что им делать? Вот этими вот... Ну давайте, давайте Давай, давай, перебиванием, когда человек пытается пошутить Уместно ли это? Напишите в комментариях, должен ли вести себя так гость в гостях, даже если ему не нравится Парни же из ЧБД пытались соответствовать его уровню Пытались задавать им интеллектуальные вопросы, но он их игнорировал Правда, вот в этом пункте На чистых прудах, местах, любимых мудаковым Так вот, да, на чистых прудах когда-то были москвичи вообще Воланды Сейчас там, да Справедливости ради надо сказать все-таки, что Воланд был не на чистых прудах, а на патриарших Но в этом же шоу нет сраного умного Или есть Очень скоро мы поговорим про ориентацию Евгения Панасенко И я тебе расскажу свое мнение, я абсолютно точно дам диагноз, какой он ориентации Но сейчас еще один момент, мимо которого я просто не могу пройти мимо Потому что он мне казался очень странным, я хочу узнать, что вы по этому поводу думаете Что именно ты по этому поводу думаешь Вот этот момент, посмотрите, как в самом начале шоу, когда он разговаривает С ведущими, когда весь интерес ведущих направлен на него Они пытаются выстроить с ним коммуникацию Войти в зацепление, как я говорю в своих курсах Когда учу стендап комиков коммуницировать с залом Именно в этот момент, когда ему нужно смотреть на ведущих и пытаться с ними выстроить контакт Он почему-то обращается к залу Я пробиваюсь сквозь, так сказать, орду водителей Он отводит глаза туда И это вроде бы соответствует той идеологии, которую я вот в этом плейлисте Подробно показываю на примерах западных звезд Действительно нужно коммуницировать с залом Потому что в конце концов на любом шоу ты пришел общаться со своей публикой И зацепить новую аудиторию А не милейше поболтать там с Шихман, с Юрием Дудем или с Иваном Мургантом Ты приходишь к аудитории Но посмотрите, что происходит с Панасинковым Очень странная вещь Когда его уже комики начали кусать Ему уже стало больно Он не понимает, что это попытка как бы войти с ним в коммуникацию Попытка его как бы раздразнить, чтобы он раскрылся скорее Чтобы он только вернулся к ним с человеческой стороной И в этот момент по идее Ну даже если у тебя складывается такая ситуация Тебе надо бы опереться на публику И тогда больше оперировать к публике и общаться с ней Ну и в этот момент посмотрите А Нурлан именно это и делает Если ценой будет зрительская любовь Вас это... Вас интересует зрительская любовь? Это советские, так сказать Они же меня любят Любят Конечно любят А Евгений Панасинков почему-то отворачивается от публики Посмотрите, у него и носки туфлей направлены, но не туда Они же меня любят Любят Он и лицом отворачивается И удивляет публике крайне мало внимания Вот это очень странный момент Очень противоречивый То есть в начале, когда не надо, он делает это с публикой Когда надо, он делает это наоборот с ведущими, которые не являются союзниками его на этот момент И вот здесь мне бы хотелось узнать твое мнение, что ты по этому поводу думаешь Потому что интернет всегда умен И когда масса разных комментариев, разных мнений сходится То там очень часто происходит какая-то парадоксальная мысль, которая пронзает тебя как молния За это я очень люблю YouTube Напиши в комментариях Все, конкурс и то, ради чего мы здесь все собрались Это чтобы я озвучил Алексей Ярцев, озвучил ориентацию Евгения Панасенкова Евгений Панасенков спалился уже многажды раз Он много раз говорил так или иначе об этом И язык жестов его об этом упоминает И даже то, какую книгу он написал А, несколько книг Говорит о том, что его сексуальная ориентация это воинствующий сапиосексуал А вот что думаете вы, мне интересно Вот посмотрите этот момент, когда Тамби проявляет к нему любовь Всегда буду тебя любить, мой брат Современно Такая флиртующая шутка Причем достаточно драматичная Она даже почти не шутка А такая драматичная просто отсылка, видимо Как любят это делать, Тамби к каким-то фильмам Миллионы приходят, уходят, не в них счастье Посмотрите, как реагирует Евгений Панасен Современно Вот эта реакция Вот как вы думаете Как ты конкретно, вот каждый из вас как думает Вот как это отзывается в твоем сердце Как ты думаешь, что это значит Что мы можем сказать о Евгении Панасенкове Если он вот так реагирует на проявление любви к нему Человек, который вроде бы самовлюбленный Вот так реагирует на проявление любви к нему Что ты об этом думаешь? Это очень важно Конкурс лучшие версии Просто по моему сердцу, какие мне больше понравятся Три лучших получат бесплатный курс По инструментам комедии, которые есть по ссылке в этом описании Ну и последнее, что нам осталось Это разобраться между чем и чем все-таки была эта битва Потому что на самом деле так интересно смотреть Потому что это была схватка Между вот таким мнением Западной цивилизацией, которая нам подарила Электричество, интернет И мнением, которое произносит в конце передачи Нурлан Сабуров Он, может быть, не планировал, скорее всего даже Но это вырвалось из него И это на самом деле то, за что мы любим эту передачу И почему она нас всех объединяет Потому что когда мы ее смотрим, мы не видим национальности Мы видим вот это Мы на самом деле одна семья За это мы и любим ЧБД До встречи в следующем выпуске